11 января в Кремле По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, для России Нахчеванский коридор окажется наиболее короткой автомагистрали в Турцию. Впервые после распада СССР может возникнуть транзитный всепогодный маршрут по Южному Кавказу от России до Турции, причем гораздо короче, чем по западному побережью Черного моря. А как мы знаем, есть только два наиболее коротких маршрута. Один через Грузию, но он закрывается зимой и перегружен, а второй через Южную Осетию и заблокирован конфликтом по СНИЛу. Караваев напомнил, что Россия имеет грузооборот с Турцией объемом около 20 миллионов тонн в год. Он убежден, что после открытия Нахчеванского коридора часть этого потока сразу перейдет на новый маршрут. Что же до Армении, то по словам эксперта, после снятия ограничений в торговле, введенных армянским правительством, грузопоток сразу может возрасти до 1 миллиона тонн в год. Плюс этого маршрута еще в том, что он короче грузинского и выходит на портовые терминалы в Анатолии и в других точках, подчеркнул он. Не стоит забывать и то, что для самой Нахчевани эти дороги также будут иметь огромное значение. Торговый оборот, который будут осуществлять Азербайджан, Россия и Армения, будет выплескиваться в автономии в сфере услуг, дорожной эксплуатации. Таким образом Нахчеване окажется максимальным выигрышем, как отдельный регион Азербайджана, пояснил Караваев. У них может возрасти производство строительных материалов, начнет развиваться туризм. Отдельный небольшой стимул будет и для Нахчеванского автозавода, отметил он. Есть еще и Иран, который получит новые маршруты для доступа на грузинский, армянский и азербайджанский рынки. Таким образом Тегеран увеличит товарооборот с Евразийским экономическим союзом, Турцией и Азербайджаном. В то же время Караваев отметил, что пока не совсем понятно, по какому маршруту пройдет Нахчеванский коридор. Он, по его словам, может прилегать как вдоль советской железной дороги, которую прежде соединяла Нахчевань с остальной частью Азербайджана, так и по Лачинскому коридору. При этом эксперт не исключил, что дорога будет проложена по какому-то новому маршруту, который будет обсуждаться отдельно. «Если говорить о долгосрочном и серьезном развитии, то такого рода магистрали должны доводиться до современного международного уровня», – отметил он, добавив, что дорога должна быть четырехполосной и с полным комплексом обслуживания в любой сезон. Если все это будет соблюдено, то, возможно, магистраль будет даже платной. «Кстати, сомнений в том, что все это должно быть именно так, нет. Потому как данный проект заявлен как проект соединения и коммуникации ряда стран, и, соответственно, статус этой дороги будет максимально высоким для региона», – пуснил Караваев. «В таком случае обе эти дороги, железная дорога и автомагистраль, превратят регион в транспортный узел, способный привлечь довольно крупные объемы грузов. Причем произойти это может в ближайшие год-два», – заключил Александр Караваев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова